Всем привет! Вы смотрите канал Просто Детки, и мы играем в интерактивный мультик-игру, который называется Волшебный Фонарь. Итак, давайте начнём наши приключения. У нас, как видите, как всегда, несколько историй разных. Вот их сколько? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть сегодня мы с вами поиграем в первое приключение, и потом в каждой новой серии будем открывать следующее приключение и проигрывать его вместе с вами. Островок сокровищ. Островок сокровищ мотивом Роберта Стивенсона. Однажды Джим и его верный друг Вилли ловили рыбу. Мы увидели в воде бутылку, запечатанную сургучом. В бутылке оказалась настоящая карта сокровищ. Ух ты! Вот так удача! Воскликнули друзья и отправились в порт. Как же разгадать карту пиратов? Попробуй сложить её части. Давайте попробуем послаживать. Итак, этот кусочек у нас должен лежать здесь. Этот рядышком вот. Этот самый большой снизу. И последний, четвёртый, вот сбоку. Видите, отлично, всё получилось. В порту друзья познакомились с капитаном Сильвером, который согласился помочь Джиму и Вилли в поисках клада. Я лучший капитан на свете! Сказал Сильвер. Но Сильвер оказался пиратом! Вместе с другими пиратами он решил обмануть друзей и забрать вклад себе. Вот такие вот плохой капитал. В хоре они погрузили еду и пресную воду на корабль и вышли в море. К путешествию надо подготовиться! Помоги погрузить вещи на корабль! Так, а где же наши вещи? Ага, вот так вот, по кусочкам, значит, нужно. Ну давайте. Бочки какие-то с водой, наверное. Продукты вот там, арбуз. Лук там что-то ещё. И последние припасы. Оказывается, это не так сложно. Но когда остров сокровищ показался на горизонте, пираты подняли на мачте чёрный флаг. Отни Люджи Мэй били карту, а самих друзей бросили за борт. И что? На этом история закончится. Отбери у злодея оружие! Нет, мы им поможем. Давайте хватаем шпагу. А! И выбили из рук. Джим и Билли оказались в воде и стали тонуть. Неожиданно из воды появился большой плавник. Акула! Закричали друзья. Так-то, оказывается, это было не акула, а большой добрый дельфин Бенган. Он посадил друзей к себе на спину и быстро переправил их к острову. Спасибо! Сказали друзья дельфину и побежали к пещере. Там они нашли сундук полный золотых монет. Что спрятано в сундуке? Уберём паутину и посмотрим. А паука тоже выбирать надо, а то он тут висит, мешает нам. А смотрите, потихоньку-потихоньку убираем паутину. Нам и так видно, что там золотые монетки какие-то. Выбираем, выбираем, выбираем. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, справились. А там настоящее сокровище. Джим и Вилли взяли сундук с сокровищем и спрятали его в песке и с самого моря. Вскоре появились пираты. Они сошли с корабля на берег и отправились в пещеру за сокровищами. «Проклятье!» Закричал капитан Сильвер, когда увидел, что сокровища в пещере уже нет. Тем временем, Джим и Вилли вместе с сокровищами пробрались на пиратский корабль. Вот, вот такие молодцы. Да, но только у нас... Нужно срочно починить штурвал, пока пираты не бросились в погоню. Я думаю, с этим мы тоже справимся. Так, что это у нас тут? По центру вот колесико. Как шестеренка такая, которая крутиться должна. Теперь вокруг собираем наш штурвал из кусочков. Вот так вот. И два поменьше кусочка. То есть тут задания такие легенькие для самых маленьких деток. Держите их! Скомандовал капитан. И пираты вплавь бросились за кораблем. Но большой, добрый дельфин Венган преградил пиратам дорогу. Акула! Закричали пираты и выскочили на берег. Вот такой у нас хороший друг. А Джим и Вилли вернулись на корабле домой. Дома они купили сто тысяч порций мороженого и угощали всех желающих. Классно. Вот и все. Конец. Так, а что это за пазл? Как видим, первая бесплатная история была такая довольно-таки короткая. А следующая, которая уже в полной версии доступна. Вот мы их сразу открыли. Посмотрим их уже в следующих обзорах. Если вам понравилась эта мультик игра, следите за нашими новинками и обязательно узнаете, что же там было дальше с нашими друзьями. На сегодня все. Такая вот пробный мультик игра. Поэтому, если он вам понравился, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Ну, а также подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропускать новинки. Ждите очень скоро следующая серия, которая называется «Маленький капитан». Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok